всем привет и добро пожаловать на мой канал я рада что вы заглянули на мой канал и сегодня у меня такая вот маленькая мотивация мы выходили закупаться и купили много новых каких-то пакетиках которые теперь надо полностью распределить в кухне вот иногда если для какого-то предмета нету своего места его куда-то всегда пихаешь пихаешь и потом такое происходит что просто в тумбочках или вот всяких шкафах и получается беспорядок и я с этим всегда борюсь у меня вот на кухне вообще-то почти все шкафы для меня нормально организованы и есть вот два-три шкафа которые еще не такой степени хорошо организованы чтобы я сказала да я могу без проблем там всяким или каким-то продуктами или какими-то может быть штучками для выпечки пользоваться и оставлять также это все в таком виде как это было предположено вот такие вот шкафы у меня есть я пытаюсь эти шкафы как-то оптимировать как-то переделывать и вот я в этом году начала опять это все немножечко переделывать что я делала я например искала такие вот контейнеры которые подходят к моей кухне у меня вот такие вот довольно такие высокие полки и контейнер у меня все какие-то низкие получается в этот контейнер все входит что мне надо ну вот по вышине остается место и поэтому много места теряется я вот нашла у нас контейнеры как бы банки они не покупные там у нас просто в магазине продаются помидоры тёртые вот вот эти банки прям идеально подходят мою кухню они по вышине входят все тумбочки закрываются все дверки закрываются и по ширине они не так много места занимают поэтому это идеальный мой как бы вариант вот этих баночек по накуплять и до 1 пару расположить в моей кухне я вот уже не знаю сколько баночек на купила я их пользуюсь ну вот этим помидорным соусом и потом сразу баночку мою и но у меня остается я заметил что мне например не нравится баночки которые стеклянные за ними удобнее ухаживать и также для меня это красивее выглядит потому что мне кажется тоже такой человек который смотрит на это все и да и поэтому стеклянные баночки мне как-то больше нравятся чем пластмассовые и вот пластмассовые баночки они быстрее спор и снашиваются у меня сейчас все контейнеры были еще до сих пор все контейнеры из пластики и это заметно вот я сейчас даже вот эти вот баночки доставляю который из помидор это это уже намного красивее выглядит чем пластиковые контейнеры сейчас у меня всякие с кучей так организованы что я смотрю например что у меня больше то я пересыпал в большие контейнеры какого продукта у меня меньше я пересыпаю вот в другие контейнеры и это довольно таки много времени занимает так как я без конца смотрю что я новая купила что мне надо пересыпать как я это могу пересыпать потом смотрю какие баночки еще надо помыть и вот это намного много время уходит чем например если бы был у каждого продукта или у каждой своей сыпучки например муки или каких-то макарон или риса своя определенная баночка и я вот хочу в будущем это так организовать пускай мои баночки будут побольше размером но зато у меня будет например у каждого продукта свое место и своей баночкой мне потом не надо будет искать пересыпать смотреть куда что зачем потом опять это без конца в тумбочках организация портится потому что ты смотришь там место пустое потом например по тематике стояли в одном рядку только макароны а получилось там место пустое потом добавляю что до муку и вот это вот вся структура она ломается и поэтому как говорю в будущем хочу все одинаковое хочу приобрести контейнеры одинаковые чтобы например когда полку откроешь смотришь все контейнеры стоят как по линеечке все одинаковые и только разные надписи и я уже буду точно знать где что и зачем и куда мой определенный продукт я должна досыпать всякие пакетики как например ванильный сахар или разрыхлитель всякие какие-то вот добавки для выпечки или например тоже дрожжи я храню вот в таких вот контейнерах я их покупала в action у меня тут два вида контейнера черный которых сейчас видите на экран он куплен в action а вот белый они уже куплены в кей я хочу признаться что мне например контейнер из action больше нравятся они более вместительные и у них вот например нету вот таких вот закругленных углов а вот белый контейнер из икея у них вот на них такие закругленные углы и туда не так много чего входит затем один плюс конечно есть вот в этих контейнерах с икея они нам более стабильные чем например контейнеры с action но я думаю такие контейнеры тоже не вечные и если посмотреть что такой контейнер с икея стоит если я не ошибаюсь то 4 евро а контейнеры с action стоят наполовину дешевле то можно и подумать например что лучше купить наверное контейнер с икея чем сакея но все-таки я тут как-то мастерила мастерила все мои продукты покласть положить в черный контейнер но не вместилось это все в мою тупочку поэтому я опять все смещаю в белый контейнер с икея и если честно то я вот эта организация не сильно довольна да все аккуратненько выглядит то я все вижу но вот столько много пакетов и без конца вот они падают куда-то теряются все и поэтому надо мне подумать как это еще можно по-другому организовать затем у меня вот в этом черном контейнер будут находиться всякие продукты которые продаются в маленьких объемах например кунжут или например тоже какие-то орешки или что-то другое хранится хранится мне вот в таких вот маленьких баночках и также она хранится в контейнере я на своем опыте заметила что какао совсем не хорошо хранить в такой вот пластмассовой банке какао просто прилипает к стенам к стенке и потом его без конца надо отскребать и мне это вообще не нравится и сейчас у меня еще нету подходящей баночки которая мне подошла в мою кухню я вот взяла просто такую вот стеклянную банку от огурцов я ее хорошо помыла в посудомойке и туда просто пересыпала все какао и сейчас этим пользуюсь и это намного удобнее чем было например это все в пластмассовой баночке вот пакетика от ванилинного сахара или от разрыхлителя просто занимают уйму места и мне кажется почти пол контейнера одного вот такого белого и кейского были только занят заняты вот разрыхлителем и ванилином и поэтому я решила как можно это получше все сделать организовать и я решила все пакетики пересыпать в такие стеклянные банки это тоже не купленные банки вот этого банка в которую я сейчас пересыпал ванилин из там кажется мед был а другая банка покажется побитло там повидло было да и для меня это намного легче когда ты готовишь например руки заняты а так ты банк уже открыл поставил просто одну столовую ложку я специально вымерила сколько в одном пакетике одна столовая ложка или ванилина или разрыхлителя и все и больше не надо никакие пакетики открывать не нужно больше там смотреть да сколько у тебя всего открытого какой пакетик открытый какой закрытый и для меня это намного удобнее закончила я ванилином и разрыхлителем ваниль я что-то последнее время перестала сама делать но когда я сейчас вот эту работу все проделала вот такая баночка получилась вот этого всего буду наверное опять сама все делать так как это быстрее чем в каждую пачечку открывать разрыхлителя у меня тут вот столько осталось и я смелила ну вот ложку столовую мне надо как пакетик например а так у меня вот было столько много открытых всяких пачек от разрыхлителя и они валяли столько места занимали а так будут две банки и мне кажется так будет удобней так еще ни разу не пробовала пользоваться но ванилина да так как я его часто сама делал а вот разрыхлителем нет но я думаю будет все таки хорошо и вот этих вот пакетов не будет и не буду туда-сюда валяться и да вот будут вот это убирать вот это на место ставить хотела поделиться с вами вот такими вот посылочками это мне такой сделал подарок фабиан и я хочу его распаковать тут находятся какие-то вот такие вот штучки для девочек и хочу посмотреть что там внутри одну я посылку уже с нетерпением просто раскрыла чтобы посмотреть какая там коробочка вот так эта коробочка выглядит очень красиво так стильно и в этой коробочке еще находятся также вот такие вот рекламки ну тут можно как бы еду заказывать и по их рецептам что-то готовить и 50 евро как бы в подарок дают затем для зубов что-то у меня тоже такая есть ночью спать в ней затем вот тут всякие мысли делают это же 10 евро как бы в подарок и потом еще что-то что это такое а есть такая программа с которой можно учить разные языки вот она тоже есть и можно 6 месяцев ее как бы пробовать тестировать подойдет она или нет то сейчас я вторую коробочку тоже распакую чтобы сразу две вместе открыть и посмотреть внутри не может обендарить ступа по одному ему надо всегда по несколько дарить а тут точно так же все только еще вот такое вот что-то анда вот тут можно разные духи себе покупать на вот это вот странички тут дают 30 процентов и таких вот две рекламки точно так же это и вот этому которая с едой и еще какая-то для одежды так приступим посмотрим что же там внутри я уже камеру переставила думаю так будет получше показываться сижу я тут у нас в зале на полу так открываем эту красоту вот так выглядит такая рекламка такая рекламка так тут вот такой вот это для глаз ну как бы увлажнитель для глаз под глазами мазаться очень красиво запаковано вот это я оставлю для подарка не понадобится так затем вот тут вот такой вот ополаскиватель от фирмы гарни и он с кокосовым маслом наверное будет хорош и как раз для сухих волос как раз для моих волос буду пробовать и пользоваться смотреть какой он затем находится вот такая вот кисточка ну глазки красить тоже очень мило выглядит таким розовым цветом также тут находится вот такая вот маска из ткани выглядит все конечно очень красиво так богато так дорого а что здесь надо посмотреть наверно какие-то тени да точно ой какие классные тени как раз моя палетка я вот все люблю вот такое вот коричневые это мои тени вау классно буду с удовольствием ими пользоваться первая коробочка а вообще по рекламе говорят что вот это вот коробочка ее стоимость до его ее стоимость примерно на 50 евро ну не знаю ты правда все может 50 евро стоит но не знаю сколько вот такие вот тени например стоит поэтому такая вот баночка ну наверно так переходим ко второй посылочки второму пакетику тут я уже буду аккуратнее все разворачивать а еще вот это так все красиво там упаковано это вообще что то что тут наху а тут мне кажется больше даже ой давно хотела попробовать это вот такой вот шампунь как бы как мыло шампунь и хотела давным-давно попробовать ой как вкусно пахнет но что-то не так такой шампунь и купила ой я рада как тоже от камье он примерно сколько у нас 4 евро такой стоит да затем вот тут еще запах парфюм тоже наверное вкусный посмотрю о да тоже мой вкус прям мой вкус он немножечко как бы даже немножечко сиренью подпахивает не такой сладкие сладкие парфюмы не люблю запахи вот этот прям очень замечательный запах также тут находится вот такой вот скрабы я думаю для лица или для до что-то французская скрабли это для тела тоже буду радостно пользоваться им также тут находится это наверное от catrice это что для губ ой ну прям роза но таким я точно пользоваться не буду а там сестренки наверно я помада не пользуюсь поэтому ну можно один раз посмотреть как это выглядит на себе затем тут еще вот такая вот баночка а это наверное вот тоже под глаза ой классно или что это такое если честно я в косметике не очень разбираюсь у меня там свои стандарты есть а что это такое надо будет еще посмотреть она вроде бы каким-то цветом может быть как бы рушь не знаю посмотрю что это такое и затем еще тут что это консилер классно как классно все такое все красивое прям очень красиво то еще вот такой вот консилер такими тоже пользуюсь но не такой фирмы конечно но тоже буду пользоваться и смотреть ну правда очень хороший подарок мне сделал фабиан я очень довольна этим всем буду пользоваться и в моих пустых баночках вам рассказывать какие продукты были хорошие или нехорошие на десерт я нам решила еще сделать такую вкусняшку здесь у меня греческий йогурт и также у меня еще нежный 2 отвора я примерно тут половина творога добавляю и половина греческого йогурта затем я добавляю еще разные фрукты в моем случае этого не малина и черника это все еще слащу немножечко таким вот ольгар высок я не знаю он тоже также по-русски называется но он выглядит как алой вот что-то такое подобное да и потом добавляю еще немножечко цитрона у меня такая цитроновая паста специально в этот десерт добавляют струнную пасту чтоб она не такой жидко украшаю это все глубикая посыпала шоколадом и все мой десерт готов вам я говорю спасибо спасибо что вы посмотрели это это видео увидимся уже в новом видео не до новых встреч пока пока